здравствуйте я вот недавно обнаружил себя на полке проигрыватель тену с тангенциальным тонармом который я купил когда-то давно начал его делать но не доделал потому что не было сервисного мануала управление тонаром работал было работал очень плохо сделать его можно было только по сервисному мануалу своему удивлению я обнаружил что на сайте винил энджин появилась эта сервисная инструкция выложена буквально несколько дней назад 21 декабря это позволило мне полностью установить этот замечательный проигрыватель и так когда я его получил очень давно значит как всегда у вещей которые ты покупаешь дешево неисправном состоянии неизвестно что у тебя с ними получится сделать значит какие проблемы были у этого проигрывателя значит во первых у него вот эта штанга по которой ездит коррект это норма болталась потому что вот тут есть такие боковые пластиковые крепежей они развалились я жестко зафиксировал это с помощью эпоксидного клея естественно потребовалась смазка механизма я применяю сейчас для традициальных тонармов вот такую вот смазку или подобную у меня есть несколько видов густой силиконовой смазки почему густую силиконовую смазку я посмотрел это в проигрывателях техник такая густая силиконовая смазка создает дополнительное демпфирование при движении тонарма значит ее наносим на штангу по которой двигается тонарм а также наносим на поверхность по которой ездит опоры тонарма естественно неисправен был пасек я заменил его на новый но как я уже сказал на тот момент у меня не было сервисной инструкции тонарм двигался не очень правильно как мне показалось то есть он слишком редко приводился в движении двигатель это мне не понравилось но сервисная инструкция я сказал не было а сейчас мне удалось привести все в порядок итак у нас регулировки подлежат два места одно место находится внутри там снизу она регулирует базовое напряжение которое подается на вот этот вот двигатель который вращает червячную передачу с помощью которой двигается дома а вторая регулировка находится а вот здесь и здесь вот это вот механическая установка шторки тонарма вот здесь есть фото датчик и шторка а вот здесь вот это регулировка напряжение тонарма и в совокупности все эти регулировки дают результат что тонарм двигается небольшими шажками и очень плавно сейчас мы посмотрим как это происходит блок управления тонармом здесь сделала по классической тросиковой схеме значит двигатель пасек червячная передача и тросик сейчас мы посмотрим как теперь я заработал весь этот механизм после ремонта ну вот я там поставил пластинку и не видно потому что именно этот узел решил сделать покрупнее мы сейчас вот передвинем тонарм на какую-то рабочую точку вот видите двигатель вращается тонарм работает опустим его и посмотрим как работает свяжение вот смотрите внимательно за вот этим вот колесиком вот это колесико но тут есть специальный датчик прерывания вот она достаточно равномерно на небольшие шажки вращается и тем самым продвигает тонарм отслеживая практически постоянный угол иглы пластинки как правило в таких системах угол снижение составляет точность точнее угла снижения составляет не больше 0,1 градуса что обеспечивает очень высокую верность воспроизведения теперь мы сейчас посмотрим на немножко на другие аспекты работы этого устройства я забыл сказать еще об одной важной регулировки которые здесь есть вот этот винтик отвечает за позиционирование начальной точки установки тонарма на пластинку чуть позже я покажу как устроен механизм автоопределения размера пластинок сразу скажу что этот правиль поддерживать только два размера пластинок 30 и 17 сантиметров размер 25 сантиметров можно проигрывать только вручную еще к особенностям этого проигрывателя можно отнести то что зона парковки тонарма находится ближе к центру пластинки они краю пластинки как большинства других моделей я не знаю зачем фирме кингу так сделали но наверное так это казалось интересней сейчас мы включим посмотрим как это все работает вот тонарм пошел на начальную точку вот видите вот здесь есть соленоид которая пора управляет опусканием подъема тонарма так вот он дошел до крайней точки сработал соленоид система тонарма пустился на пластинку началось проигрывать значит как я вам уже сказал после регулировки и тангенциальный тонарм работает очень хорошо значит нажимаем стоп товар поднялся и поехал в зону парковки чуть позже я покажу какие опции регулировки есть у этого проигрывателя и мы посмотрим как он играет и так значит мы сейчас посмотрим на систему автоматического определения размера пластинок вот я включу сейчас проигрывать или вот видите здесь зажглись два светодиода вот а вот тут вот есть прорези с одной и с другой стороны в коврике а значит соответственно в диске там прорези а внутри вот там вот находятся окошки для датчиков фото приемников значит когда мы прорезвыгуем пластинку 30 сантиметров она перекрывает оба окошка и система определяет что это пластинка 30 сантиметров а когда мы проигрываю пластинку 18 сантиметров то она перекрывает только вот это окошко и соответственно воспроизводится пластинка размером 17 метров я поставил крышку и теперь такой несколько слов в общем об этом проигрывать или так этот проигрыватель производства фирмы кинут или и еще называют 3 или 3 у кинут модель kd 727 выпускалась в японии 80 85 годах судя по габаритным размерам это для мини систем производилась скорее всего модель составе мини систем значит как вы уже видели она оборудована тангенциальным тонармом и прямым приводом с кварцевой стабилизации что очень характерно для проигрыватель того времени очень много проигрывателей производилась как правило в бюджетной категории с пасековым приводом а в чуть более дорогой категории производилась прямым приводом кварцевой стабилизации это было достаточно стандарт в 80-х годах значит две скорости 33 45 тут есть кнопочка повтор повтор здесь достаточно интересно устроен я не смогу вам его показать поскольку если я значит нажму кнопку повтор а потом начну двигать тонар то повтор отключится и повторный снова включить его нельзя пока не нажму начальный пуск но это не принципиально значит кнопочки перемотки смысле передвижение тонарма вперед назад подъема опускание сейчас посмотрим как это работа я снова снял крышку чтоб показать работу этого проигрывателя модели у которых тонармы смонтированы в крышке были достаточно широко распространены в 80-х годах практически большинство фирм крупных производили такие модели хотя параллельно с этим производились и модели у которых тенденциальный тонарм был встроен в основной блок чем разницы я сказать не могу на мой взгляд особой разницы нету за исключением того что в моделях с тонарма встроены в крышку как бы нельзя не очень удобно смотреть на вращение пластинки и регулировать ее установки потому что закрыты крышкой и мы не видим что происходит так вот сейчас я ставлю пластинку мы посмотрим как работает вот поставил пластинку включил вот значит как я уже сказал в этой модели и тонарм паркуется ближе к центру пластинки сейчас мы сделаем вот что мы сейчас нажмем кнопочку воспроизведение начал сращение диска вот тут загорелся индикатор кварцевой стабилизации сейчас она уйдет на начало опустится томат началось воспроизведение ну дальше все очень просто вперед видите началось движение вперед тонарма также назад опустили снова подняли сейчас посмотрим на автостоп как он срабатывает но припит я не смогу показать я уже вам объяснил почему так конец пластинки поехали поднялся сработал автостоп все воспроизведение остановилась что еще можно сказать но здесь все используются в таких моделях используем головки формата и маут или как все называют тифу и я рассказывал про эти головки в одном из своих обзоров значит все эти головки имеют вес 6 грамм и все взаимозаменяемые никаких дополнительных регулировок не требуется при замене этих головок до сих пор можно купить очень хорошие головы вплоть до шибата для различных моделей этих головок ну например у эльпиджели есть очень много различных видов иголок для этих головок значит эта модель первоначально оборудовалась звукоснимателем с подвижной катушкой или как ее называют мувикойл попал ко мне он же естественно с другим звукоснимателем а минусу звукоснимателем техник то есть достаточно хорошие качественные сниматели при этом еще игла была очень плохом состоянии ну хотя если я вдруг надумаю его продавать я конечно поставлю новую иглу у меня есть несколько эллиптических игл для этой модели звукосниматели техник что еще можно сказать хорошего проект проигрывать весит он достаточно много почти 7 килограмм такая достаточно тяжелая вещь наверное для лучшей стабильности все четыре ножки в полном порядке и пружины в них порядке в целом значит после чистки все хорошо единственное что можно немножко отдать полировку верхнюю крышку вот собственно крышка крепится тут на трех винтах на таких великие резиновые гетерочки естественно после этого видео я соберу проигрывать и установлю жестко крышку чтоб больше не касаться поскольку все работает очень хорошо слушать мы с вами будем вот такую вот грамм пластинку хит 67 я ее очень так активно использую своих видео поскольку она выпущена в 1967 году а значит все фонограммы с этой пластинки старше 50 лет и мы не нарушаем ничьих авторских прав ну и заключение как обычно мы послушаем небольшой фрагмент грамм пластинки спасибо а 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 и а и а а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова